МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обзор событий Дня жизни округа в материалах корреспондентов телеканала Север в студии Антон Парахин. Здравствуйте. И в начале выпуска слова моим коллегам. В село Великовисочное пожаловала крупная делегация. Депутаты Заполярного района отчитались о своей деятельности и заслушали отчет о работе главы района за год. Ситуация в сфере жилищно-коммунального хозяйства все еще остается напряженной. Пути выхода из кризиса искала наша съемочная группа. Телеканал Север сегодня расскажет об акции, которая направлена на сбор мебели для выпускников интернатов. Мы встретились с теми, кто действительно в ней нуждается, а также с теми, кто не остался в стороне и помог этим людям. Репортаж Олега Хатанзейского. Держали отчет. Делегация Заполярного района отправилась в село Великовисочное, где подвела итоги работы администрации и Совета депутатов за минувший год. За ходом отчетной сессии наблюдала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Дмитрия Щепанова. Каждый раз очередная сессия проходит в разных селах округа. К примеру, в прошлом году встреча состоялась в Оксино, проходили отчеты и в Неременосе. Теперь вот Великовисочное. В зале все по регламенту, как на обычной сессии. Кворум, голосование, принято за основу, принято с поправками. Только зрителей полный зал. Глава района Александр Безумов доклад представил высокотехнологично. Благо база в селе есть. Первым делом бюджет. Как и год назад он состоит из дотации на три четверти. Не изменилась и структура собственных доходов Заполярного района. Она состоит, прежде всего, из доходов от использования имущества, находящихся в муниципальной собственности. Это арендная оплата за землю. Как правило, межселенные территории. Межселенные территории используют нефтяники, за что платят в муниципальный бюджет. Пополняет бюджет также подоходный налог. На остальные платежи приходится всего лишь 4%. Ежегодным докладом Александр Безумов не ограничился. В этом году истекает срок полномочий главы района. Политик решил подвести итоги работы администрации за оба своих срока. Выбрал два самых сложных направления – строительство и энергетика. На карте – поселение, где реконструировали лэп, завозили дизель-генераторы, строили электростанции. В докладе о строительстве неудобных тем Заполярный район избегать не стал. Многострадальная электростанция в Харивере – проволочки с постройкой физкультурно-оздоровительных комплексов. Между тем, сделано тоже немало. Школы, детские сады, многоквартирные дома. К примеру, на этом фото – слева старая баня, а справа новая. Поселок Варник. Контраст очевиден. Что-то решается спокойно, размеренно, в планном порядке. Где-то приходится в плене проходить через различного предприятия, через суды с подрядчиками. После докладов – встречи с жителями. У сельчан всегда много вопросов к властям. От завоза некачественного угля до критики федерального законодательства. Иными словами, скучно на таких встречах не бывает. Люди участвуют в процессе управления. Я бы так, наверное, формулировал. При этом помогают нам своими замечаниями, подсказками. И после этого, скажем, мы корректируем наши те же самые реализуемые программы. Правда, во многих населенных пунктах вопросы жителей никак не относятся к компетенции Заполярного района. Приходится пускать обращения по инстанциям. А это время. Выяснилось, что больные вопросы для многих жителей – это внутренняя деятельность сельскохозяйственного кооператива. Понятно, что органы государственной власти и органы местного управления в соответствии с федеральным законодательством не имеют права вмешиваться во внутренние деятельности. Надо просто спокойно разъяснять жителям нормы законодательства, его требования. Слушают? Многие слушают, но не слышат. В заключении поездки традиционный осмотр объектов инфраструктуры. Интернат, школа, дизельная электростанция. Выбраться из виски делегация смогла только поздним вечером. Дмитрий Щепанов, Александр Усачев, Телеканал «Север». Жилищный вопрос, проблемы здравоохранения, возвращение молодых специалистов в округ после окончания вузов, повышение пенсии, развитие физической культуры и спорта. Это неполный перечень СИМ, которые в Рио главы региона накануне обсудил с представителями окружного отделения партии «Единая Россия». Пенсионеры и строители, педагоги и врачи, предприниматели и чиновники на встречу с Игорем Кошиным пришли около ста человек. Говорили о проблемах, которые существуют в регионе и о путях их решения. Речь на встрече шла в том числе о необходимости капитального ремонта автомобильных дорог в Нарьинмаре, о катастрофическом состоянии зимника, о строительстве жилья, о развитии оленеводства. Руководитель НАУ отметил, цитирую, «Для того, чтобы развивать Ниньский округ в нужном направлении, нам сегодня необходимо видеть общую картину его развития. Для этого нужно в целом менять подход к работе. Наша задача состоит в том, чтобы не просто раздать доходы окружного бюджета, но и получить от этих доходов отдачу. И одному мне с этим не справиться, поэтому я и пытаюсь вовлечь в процесс принятия решений все население округа». Конец. Цитаты. Говоря о проблеме возвращения в округ молодых специалистов, получивших образование в высших учебных заведениях, глава НАУ вновь подчеркнул, что основным приоритетом развития округа на сегодняшний день остается строительство объектов жилищной инфраструктуры. Депутаты окружного собрания сегодня приняли поправки в устав. Регионы ратифицировали соглашение передачи полномочий из Архангельской области и приняли блок мер социальной поддержки. Итоги заседания в нашем следующем сюжете. Первое слово Татьяне Гашевой. Уполномоченный по правам ребенка представил ежегодный доклад. Снова звучит тема социального сиротства. Количество детей, оставшихся без опеки при живых родителях, не снижается. Внушает тревогу омбудсмену алкоголизация в молодежной среде, а также насилие в отношении несовершеннолетних. И беспокоит факт возросшего числа обращений по непедагогичному отношению педагогов к детям. Из 34 обращений связаны с жестоким обращением и насилием в отношении ДИИ-15 в сфере образования. Из них 4 – это физическое насилие по отношению к детям. Татьяна Гашева предложила серию рекомендаций в окружную программу по работе с детьми и молодежью и призвала собравшихся к системной работе. Изменился сегодня устав Неницкого округа. Депутаты сократили на год полномочия следующего созыва. Парламентарии приведут в креслах не 5 лет, а 4. Сделано это для того, чтобы выборы органов власти не выпадали на один день. К примеру, в сентябре этого года округу предстоит избрать губернатора, окружных депутатов, главу и депутатов Заполярного района. Такое количество электоральных процедур мешает нормальной работе властей, уверены парламентарии. Также ратифицирован очередной договор о передаче полномочий из Архангельска. Очередь дошла, пожалуй, до самого проблемного участка – сельского хозяйства. Получение полномочий существенно упростит отвод земель и поддержку сельхозпроизводителей. Мы все-таки идем системно к тому, чтобы взять все полномочия Архангельской области на уровень Ненецкоавтономного округа и выйти от соглашений по конкретному направлению на общий договор абсолютно по всем направлениям. Традиционно принят крупный блок мер социальной поддержки. Помощь окажут молодым семьям. Законопроект, принятый пока только в первом чтении, предполагает материальную поддержку семьям, в которых появился третий ребенок. Правда, только до трех лет и при условии рождения ребенка после 31 декабря 2013 года. Судно – рабочая группа, и будем законопроект дорабатывать для того, чтобы на следующей сессии мы его приняли в окончательном чтении. Цена того законопроекта, который сегодня принят в первом чтении, в годовом числении – это 25 миллионов рублей. Также собрание депутатов сразу в двух чтениях отменило один из пунктов устава округа. Он запрещал руководителю региона изменять структуру администрации, если его полномочия являются временными. В Рио главы региона Игорь Кошин сразу же сообщил о запланированных первых шагах по реорганизации администрации НАО. В частности, должность замглавы администрации по строительству будет упразднена. Вместо нее вводится пост заместителя по вопросам инфраструктурного развития. Жилищно-коммунальная сфера по-прежнему одна из самых проблемных отраслей не только в Ниньском округе, но и в целом в стране. Представители управляющих структурой надзорных органов администрации региона собрались, чтобы обсудить состояние дела и улучшить взаимодействие всех участников отрасли, а также не допустить роста платежей по тарифам обслуживания для населения. Что из этого получилось в материале Андрея Ершова? Тарифы на коммунальные услуги постоянно растут, а обслуживание должным образом не производится. В период реформирования сферы ЖКХ приняли законы, дающие управляющим компаниям и ТСЖ определенные полномочия. Вот только определенности от этого больше не стало. А вот проблем прибавилось. Сами управляющие компании теперь в должниках перед поставщиками ресурсов. Как следствие, их затраты тяжким временем ложатся на добросовестных собственников. Проблемы, которые длительного времени рассматриваются, часть из них не удалось нам решить. Часть нам удалось поставить, и они рассмотрелись. Правда, результат разный. Есть положительный, есть нулевой. Но поиск решений нужно продолжать. И решать проблемы сообща, уверен председатель общественной палаты. Если бездействовать, лучше точно не станет. Задолженность собственников за услуги взымают, но долги все равно растут. Как цепная реакция – рост задолженности ресурсоснабжающих организаций перед поставщиками ресурсов. Мы совместно пытаемся решить эту проблему. То есть есть участники, то есть собственник, управляющая компания, ресурсоснабжающая компания, и есть регулирующие организации, допустим, жилищная инспекция. Чтобы не городить лишний раз огород и не пытаться каждый тянуть в свою сторону, мы должны принять какое-то общее решение. Ситуация в окружном ЖКХ не критическая, но совсем без критики здесь не обойтись. Плательщики теперь могут напрямую оплачивать коммунальные услуги ресурсников. Есть такое право. Но тарифы таковы, что сами ресурсники в итоге окажутся в минусе. Жилищный надзор на все претензии сторон пытается реагировать. Проверки появляются из-за тех жалоб, когда жильцы приходят к нам. То есть где-то вы с ними не смогли договориться, не смогли объяснить вашу работу, какие-то проблемы не смогли, то есть уладить какие-то конфликты и отсылать жильцов ни с чем. Они приходят в надзорные инстанции, в прокуратуру, в органы местного собрания к нам приходят и пишут эти жалобы. Все это больше походит на латание старой прогнившей трубы. Устранишь течь в одном месте, дыры появятся в другом. В качестве кардинальных решений, озвученных на совещании, предложение о полной замене жилищного законодательства. Впрочем, сделать это не так просто. Ведь даже малейшее изменение затронет не только жилищный спектр, но и большое количество других сфер деятельности. Решать задачи все же придется. Причем так, чтобы в конечном счете для жителей многоквартирных домов были созданы комфортные и безопасные условия проживания. Андрей Ершов, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Поход в магазин для жителя Нарьинмара обернулся разбирательством с полицией. Мужчина попытался расплатиться за алкоголь фальшивой 500-рублевой купюрой. О том, что банкнота не настоящая мужчина, по его словам, и не догадывался, и даже не знал, как она у него оказалась. Продавец магазина был обдительный, подделку определила сразу. А где вы ее взяли-то? Я не знаю, сам утром вот сейчас очухался, покупал и все. И вы не знали, что она фальшивая? Вообще не знал, реально говоря. А сколько там рублей-то? Ну, 500 рублей было. А что хотели купить? Ну, пила, пару пила. Женщина обратилась в полицию. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проведя проверку, 46-летнего гражданина Нарьинмара отпустили. Но стоит отметить, что мужчине очень повезло. К примеру, пару лет назад в Чебоксарах за подобную попытку рассчитаться, кстати, также за алкоголь с сувенирными деньгами, на молодого человека было заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». 22 нарушения выявлено в ходе рейда, проведенного сотрудниками госавтоинспекции округа. Среди основных, за которых были составлены протоколы, поддельные права или вовсе их отсутствие. И ни одного случая, когда водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Подробности рейда в материале нашего корреспондента Ивана Бурых. Скажете нам ничего? А в ответ – тишина. Видимо, как в известной фразе «имею право хранить молчание». Ведь все, что мной будет сказано, может быть использовано и далее по тексту. Хотя, что тут скажешь, права-то поддельные. Как получил и почему нарушал закон, теперь предстоит выяснять в ходе следствия. И подобный случай не единичный. У этого гражданина на снегоходе вообще нет прав. Говорит, просто перегонял транспорт из одной точки в другую. А у этого водителя права просрочены. Почему не заменил в срок – вопрос для сотрудников ГИБДД. Ответ найдут. А пока авто побудет на штрафстоянке. Инспекторами ДПС проверено 315 единиц транспорта. Составлено 22 административных протокола. Из них без права управления два человека. Один водитель ранее лишен права управления транспортным средством. Семь нарушений правил перевозки детей и другие. И ни одного водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. К слову, их вообще становится меньше. По статистике этого года на 5,4% меньше, чем за период 2013 года. Сотрудники ГИБДД еще раз напомнили. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения – одно из самых опасных видов правонарушений, за которое предусмотрено лишение прав. Впрочем, для большей доходчивости водителям в ходе рейда показали короткометражку «Кредитка». Жуткие кадры, вошедшие в этот фильм о реальной трагедии на дорогах России. Иван Бурых, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Не остаться равнодушным и оказать помощь тем, кто особо в ней нуждается. Это девиз организаторов и участников благотворительной акции, которая стартовала в Нырьянмарье. Задача этого социального проекта – помочь выпускникам интернатов и детских домов обустроить свои квартиры, которые они получили от государства. Не секрет, что денег у таких новоселов на мебель зачастую не хватает. Олег Хатанзейский встретился и пообщался с идейными вдохновителями акции и теми, кому уже успели помочь. Комод – 5000, зеркальный шкаф – 13, а гардероб – все 24. В итоге – 42 тысячи рублей. Студентку первого курса аграрно-экономического техникума Валентину Янчеву эта сумма приводит в ужас. Она посмотрит каталог, на секунду закроет глаза, помечтает и отложит его в сторону. В своей квартире выпускница интерната живет практически год, за это время обустроить ее так и не удалось. В комнате все самое необходимое, в коридоре и на кухне – лишь голые стены. Я хочу фиолетовый кухонный гарнитур. Вот просто хочу. Купить желанную мебель на пособие, что получает Валерия, конечно же, невозможно. Впрочем, это дело времени, уверяет девушка. Вот отучусь, пойду работать и накоплю. А пока сгодится временное. Привезти ее студентке пообещали волонтеры благотворительной акции. Сейчас они в поисках всего необходимого. Мне нужен гардероб и в кухню гарнитур и стол со стульями. Мне пока вот этого вполне хватит. Благотворительный проект в поддержку детей-сирот в Наринмаре запустили полгода назад. Его инициатор Олег Перерко. В недавнем прошлом он сам бывший интернатовец. Теперь помогает тем, кому сложно адаптироваться в самостоятельной жизни. Но все же, с каким людям помогли за это время уже? Ну, трем пока что человеку помогли. Трем людям. Ну, что обычно люди отдают? Ну, дают телевизоры, просили бывало, шкафы дают, кровати дают, стулья дают. Число тех, кому помогли, могло быть и больше. Вот только большинство выпускников интернатов и детских домов предпочитают не принимать в дар необходимую мебель. Говорят, мол, стыдно брать чужое. Но волонтеры уверяют, в этом нет ничего постыдного. Совершенно бесплатно предоставить мебель для сирот готов и Центр помощи дар. Акция по сбору необходимых вещей в ближайшей перспективе. Но и сейчас, признаются педагоги, уже поступило огромное количество звонков от горожан. Проблема у нас с вылазкой, с грузчиками. Вот ищем помощь в этом плане. Люди откликаются, потому что да. Если у вас есть мебель и бытовая техника, которой вы готовы поделиться с нуждающимися, в Центре дар ее примут. Уже отсюда она отправится к новым хозяевам. Чтобы помочь людям, которые действительно в ней нуждаются, очень просто. Необходимо всего лишь позвонить на номер, который сейчас указан на вашем экране. Поверьте, они вам будут очень благодарны. Олег Хатанзейский, Владислав Носкин, телеканал «Север». Заповедные земли Ненецкого округа показали жителям Красного. В поселковом Доме культуры открылась одноименная экспозиция. Среди посетителей – жители села. В качестве экскурсоводов – ученицы пятой школы. Подробности в материале Александры Литковой. Полина Николаева – экскурсовод со стажем. Провела уже несколько выставок. Это шанс и самой узнать много интересного об истории родного края и возможность рассказать сверстникам такую нужную информацию, уверена девушка. Я рассказываю о заказниках в Нижнепечорском и Шоинском и природном памятнике Пустозерске. Мне больше нравится Пустозерск, потому что он мне как бы ближе. И я знаю именно о Пустозерске очень много. Организовали выставку сотрудники Ненецкого краеведческого музея совместно с государственным заповедником Ненецкий. Такие экскурсии – уже добрая традиция. Проводится четвертый год в рамках международной акции «Марш парков». Цель выставки, во-первых, это пропаганда особо охраняемых в природных территориях, потому что у нас не так много литературы, материалов, которые рассказывают о тех уголках природы, которые являются уникальными или они являются типичными экосистемами и нуждаются в охране для того, чтобы сохранить ее для будущих поколений. Посетить выставку могли все желающие. Школьников приводили организованными группами. Каждый ученик подчеркнул для себя что-то новое. Я знаю заповедник Вайгач, он расположен на острове Вайгач. Заповедник Ненецкий, заказник Ненецкий. Очень интересно рассказывают девочки, хорошо подготовились. Каждый раз организаторы выбирают новое место для экскурсии. Начинались на Ренмара. В прошлом году были в Доме культуры села Тельвиска. Теперь вот в Красное. А через год отправятся дальше, в деревне Нижнепечорья. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Это выпуск новостей завершен. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на Севере. Продолжение следует...